Приветствую вас, Елена. Вот, для чего вы свои фотографии вроде посетили? Как она, блядь, такая, может помочь нам в решении вашей проблемы? Могло бы помочь, если бы было видно ваше лицо, если бы были видны ваши глаза, физиогномика могла бы помочь понять ваш случай и соответственно, что вам делать тоже. Вот, но без физиогномики я не очень понимаю, зачем фотографировать. Это первое. Второе. Что мне делать дальше, да, впечатление? Ну, помогите понять. Понимаете, понять, чтобы прийти к чему-то, это определённый процесс, да, процесс, ну, процесс прихода к какой-то идеи, к какой-то мысли, вот. И, на мой взгляд, чтобы прийти вам действительно к чему-то, да, чтобы вот вы поняли, что вам нужно, ну, наверное, необходима личная беседа с вами, да, то есть, как какой-то такой процесс, чтобы вот именно в процессе была возможность вам помочь, чтобы именно в процессе была возможность вам помочь. Вот, так просто, вы, конечно, можете прийти, сможете прийти, безусловно, к чему-то, но, на мой взгляд, получится это у вас куда менее эффективно. Дальше, значит, с 2019 года устроился на новую работу. Работаю в контакте с кураторами по проекту. Дальше, значит, с первого дня я был со мной вызывающим, на смешке, в стороне и так далее. То есть, ну, как-то вот здесь, на мой взгляд, надо бы немножко подробно на этот момент это описать, потому что, не очень, не очень понятно, что значит, в стороне, там, что значит, нахально и так далее. Вот, вот это, вы так оценили его поведение и так далее. Ну, хорошо. Всем обидно, что вы сказали, что меня такое поведение обидело. Да, вот, значит, меня, кажется, обидело немного такое поведение. Ну, как можно уважать или не уважать человека, если ты его не знаешь, да, это, на мой взгляд, такой, я надеюсь, достаточно хороший вопрос. А вот, то есть, что вы здесь, что здесь подразумевается, опять же, ладно. То есть, обиделось то, чего вы ожидали. Если вас что-то обиделось, если вас что-то обиделось, значит, вы, ну, вероятно, сами сомневаетесь в том, насколько вы, ну, насколько вы ценны, насколько вы важны, да, и так далее. Вот. То есть, тут, конечно, вот, вопрос, вопрос к вам, ну, в некоторой степени больше. Вот. Дальше идём. А-а-а-а, спустя время пришлось взаимодействовать по проекту, он в своей получающей манере начал... Что начал? Я поставил его на место. Вот. В смысле, вы поставили его на место? Что это значит? Ну, он зашёл в кабинет с изменяющимся видом. То есть, вы уже... Как-то его... Получается, принято. в целом вы предложили. Или... или что? Так вот. Это очень... Бажный момент. Вот. Дальше... Следующее... Так, я вот, значит, так, 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 я сказал, что думаю по этому поводу напрямик. Ну, вот, здесь не очень, что же, такой вот, понятный момент, да, вот. Значит, если вы поставили его на место, да, вот, то потом вы сказали им что-то еще напрямик, что об этом думаете, или вы, значит, ну, или вы так понимаете поставить на место. Опять же, смотрите, вас задела ситуация, то есть идея в том, что вас определенная ситуация задевала. И, соответственно, нужно разобраться в том, чем вас эта ситуация вызывает, если вызывает, вот. А, потому что, сегодня это один человек, а также другой. А, дальше, значит, так, этот человек, этот человек не просто, а, он просто не просто пристально, а бесконечно пристально, я хотел смотреть не в глаза, просто не господействующий, я любовь для вас могу выдержать, но такой долгий, пускай какая-то бровада у вас ощущается. Желание оказаться сильнее, чем вы есть. Я открыла глаза в растерянности, в растерянности из-за чего. С этого, с тех пор человек подменились, смущенный, тихий, смотрелся в глаза, никаких шагов, даже не предпринимает. Привет, привет. А вы, если у вас желание такое, вот, было, шаги каких-то, предпринимали? Если да, то хорошо, а если нет, то, соответственно, вопрос тогда возникает, почему нет. Дальше. Привет, привет. Что-то мне, когда я его первый раз увидел, подумал, ой, да, такой красавчик, когда он женский не надо, меня никогда не посмотришь. А тут вон как вышел. Ну, здесь я могу сказать, что вы Вы как будто видите в мужчине, да, здесь вот, на мужчине, вы как будто видите только мужчину. То есть вы не видите к примеру человека. У меня такое ощущение возникло, что вам не достает восприятие мужчины как человека. Я не знаю, со всеми мужчинами у вас такое или только с этим. Потому что позиционирование, что красавчик, избалование женским вниманием и прочее, это на мой взгляд такая очень гендерная позиция, да, очень гендерная позиция. И в целом мне кажется не совсем соответствующая, скажем так, не совсем соответствующая реальному правильщику положению вещей. Дальше, значит, так, значит, как я оправляю свои заинтересы? А, так, я, значит, так, надо сказать, мы эмоционально, мне кажется, с ним похожи. Я тонко организованный и реальными личностями. Тогда вам очень сложно будет построить отношения, потому что вы никогда не сможете быть искренними друг другу. Вот, вот, вы только организованы и реальными личностями, и вот что происходит над вами, да? Вот, а дальше, значит, я чувствовал, как пару раз подработал специально, думая, делал круг, чтобы проверить себя. В смыслах, но пройти на них могут. Так, а вы, да, вот. Честно, я, проходя мимо, не могу лицепить миллеры, как будто взаимообмен энергиями происходит. Хотел аналитнику с ним договорить, но когда я его вижу, теряюсь. А из-за чего теряюсь? Ну, да, вот с этим поработаем не из-за того лица, считается его красавчиком, и, как бы, вот, вас восхищают, что он такой красавчик обращал на вас внимание. Я понимаю, что это звучит примитивно достаточно, но, может быть. Дальше. Так. Так. Так же я это вижу и теряю, и чувствую. А теперь к сути. После моего недельного опуска парень просто пока встоклазная уходит на обед, и дамы на 2 минуты, раньше положенное время, затем не полноценное. Почему вы решили все это с вами? Так-то не видел, что еще три недели. Больно. От чего больно? Кого прощает природу больно? Давайте с этим разберемся. Больно это некий конфликт внутри вас. Мне он нравится и кажется мне близок, но так далеко. Давайте, опять же, более подробно. Что значит, нравится, что вы вкладываете в то, что вам близок, и так далее. Это важно. Думаю, у него что-то есть, и он оставил трудные попытки познакомиться со мной, и с его причиной. Это ревность сначала. Зачем проблемы, если есть что-то доступное? Ну, то есть, тут вы свои страхи и свое восприятие себя переносите на человека. Это первое. Второе. Есть некое противоречие. Вы говорите, что он избалывает женское понимание, но при этом идет все достаточно робко. То есть, как-то не вяжется немножко здесь. Думаю, так, правильно? Нет, неправильно. Ваши догадки. Мужчина мог подумать, что вы, уехав на отпуск, с кем-то с вами начали встречаться, например, и все. Мне нужно его забыть. Вы не сможете его забыть. Вам нужно извлечь опыта того, что происходит, сделать вывод и скорректировать свое поведение. Забыть вы не сможете ничего. Как мне поступить? Чтобы что? Я, чтобы заглушивать боли и одиночество, стал медитировать и поставить на психологический тренинг. Более от чего? Одиночество. Что вы вкладываете в это? Понятно? То есть, это невозможность быть собой. Это непринятие себя. Все. Вы тяготите сами от себя. Понимаете? Или... То есть, вам, прежде чем двигаться в отношении, вам нужно свет выбрать. Я думаю, так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.